Представление о внутригрупповой вариации и межгрупповой вариации очень важно для дальнейшего понимания регрессионного моделирования. Допустим, что у нас стоит задача посмотреть, как различаются страны не по интервальной переменной, не по метрической переменной, а по ранговой переменной. Допустим, это удовлетворенность трудом. Мы не можем применить, строго говоря, дисперсионный анализ для случая, когда у нас зависимая переменная, ранговая. Однако мы можем применить вариацию на тему дисперсионного анализа, а именно дисперсионный анализ Краскла Уоллеса. Каким образом он запускается? Analyze, Non-Parametric Tests, Independent Samples, Customize Tests, Краскла Уоллес, Fields, Country, и удовлетворенность трудом сейчас я ее найду. Для этого сортирую в алфавитном порядке, и причем по имени переменной, а не по лейблу. Вот и переменная, How to Dispute with the Job. Какой-то небольшой глюк, поскольку ординальную переменную якобы он не может здесь использовать, поэтому поменяю формат переменной, тим переменной на интервальный. Меняю. Analyze, Non-Parametric Tests, Independent Samples, Краскл Уоллес, Country, Запускаем. В данном аутпуте мы видим на формате аутпута, что сразу сообщает, что нулевая гипотеза отвергнута на уровне значимости 0,95, focus significance меньше 0,05. Можем зайти в ту табличку и посмотреть, как распределились наши страны, точнее, как распределилась удовлетворенность работы по странам. Наибольшая удовлетворенность работы, например, в Израиле достигает у некоторых респондентов уровня 10. наименьшая удовлетворенность работы